А теперь подготовим рамочку для вклейки угловых розеток. То же самое сделаем с другой стороны. И так будет выглядеть так. Теперь каждая рамка уже практически готова. Перед тем как склеивать нужно прошлифовать детали. Прошлифовать можно эти фрезерованные пазы просто металлической щеткой. Очень удобно и больших хлопот это не доставляет. Теперь когда профиль прошлифован, остается подготовить углы. Немножко сделаем грань полукруглую. Нужно это для того, чтобы резной декоративный элемент с полукруглыми профилями лучше зрительно стыковался с продольным профилем. Рамочку будем клеить при помощи таких нехитрых приспособлений. Это нарезанные витки пружины. Потом мы приклеим декоративные элементы. Они нам придадут дополнительную жесткость в углах. А так же, если вдруг при перепадах влажности рамка начнет гулять, на такой ширине стыки обязательно разойдутся. И декоративные элементы будут этому препятствовать. Продолжение следует... Крепим декорацию простыми прищепками. И теперь эту рамочку можно убрать в любое место, пусть она досыхает. Вот наконец-то дошла очередь до того, чтобы сделать короб. Первый заход будем делать сферической, полусферической фрезой. После того, как заход будет сделан, сделаем плоскость. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь цилиндрической фрезой делаем еще один проход. Продолжение следует... Продолжение следует... А теперь убираем бортик. Для этого есть хитрость. Нам нужна всего лишь струбцина и пара чопиков. Один из них вставляется в отверстие. Ширина достаточно одинаковая. Чтобы они не убегали, с другой стороны просто в распорку ставим любой обрезок рейки. И все. У нас есть две точки опоры, по которым фрезер будет идти ровно. Копировальная фреза. Сделаем проход. Развернем и профрезеруем вторую рейку. Теперь будем фрезеровать поперечные пазы. Ставим направляющую. В ней также просверлены отверстия. Фрезеруем. Вот такие пазы получаются. Заводим дальше. Заводим дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот примерно так будет выглядеть короб. Углы дополнительно сожмем скобочками. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наша рамочка практически готова. И теперь остается сделать только основание. Основание тоже будет в виде небольшого каркаса. На него в накладку будет наклеена фанерка. Эта фанерка у нас обтянется тканью. Сверху лежит рамочка и получится своего рода короб. И вот то, что получается в конечном итоге. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Далее остается сделать внутреннюю часть, обшить ее тканью. После того, как полоски гофрокартона обернуты тканью и приклеены внутрь, основание также обрезано. Теперь примерим рамочку. Посмотрим, что получилось. Вот. Теперь остается наружная отделка. Будем производить покрытие маслом. Вот таким. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...